Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из коллекции музея имени Глинки История музыкальной Москвы тесно связана с именем Петра Ильича Чайковского, которым названа Московская консерватория, концертный зал. И, конечно же, крупное собрание автографов-композитора, предметов, так или иначе связанных с его жизнью, находится в музее Чайковский и Москва. Один из экспонатов музея – серебряный портсигар с золотой короной и монограммы П.Ч. Буквы монограммы однозначно указывают, что владельцем портсигара был сам Петр Ильич Чайковский. Однако на внутренней стороне крышки выгравлена дарственная надпись от имени брата-композитора. На память о завтраке 7 ноября 1887-го. М. Чайковский. Согласно легенде, сопровождающей приобретение, портсигар принадлежал некоему Александру Легошину. Александр Александрович Легошин был слугой Николая Дмитриевича Кондратьева, старинного друга Чайковского. Композитор высоко ценил природный ум и общую развитость Легошина, редкую для людей его круга. Летом 1887-го года Чайковскому открылась еще одна грань натуры Александра Александровича – душевная отзывчивость. Легошин сопровождал смертельно больного Кондратьева, когда тот лечился на водах в немецком Ахене. В августе Николая Дмитриевича навестил Петр Ильич. Поездка Чайковского в Ахен осталась и в истории музыки. Тяжелая обстановка не стала препятствием для творческой работы композитора. Он завершил оркестровую сюиту Мацартиана и сочинил пьесу для меланчелли с оркестром «Пьезо Капричиозо». Лечение за границей не смогло переломить течение болезни Кондратьева, и 20 сентября 1887 года он скончался там же, в Ахене. А 28 сентября был похоронен в Петербурге. Чайковский не мог присутствовать на похоронах, однако в течение октября 1887 года регулярно бывал дома у Кондратьевых и общался с членами семьи и близкими своего покойного друга. 7 ноября композитор покинул Петербург. Возможно, на прощании в памяти о печальных событиях Чайковский и решил сделать ценный подарок Саше Легошину. Сам композитор уже не успевал его вручить и, по-видимому, попросил о том брата Модеста. 7 ноября в своем дневнике Модест Ильич упомянул о завтраке с Легошином. А 12 ноября записал, что заходил к нему отдать портсигар.